Ха! Посмотрите, если не видели, обязательно там Мы сдергиваем полотенце с Ю И понимаем, что Масаки ни в коем, никоим образом не хочет находиться в Хинагами И вообще в своем поместье, и вообще все, он это ненавидит И, собственно, сейчас Токисака пришел навестить его Вот, собственно, мы пришли к поместью Хинагами На следующее утро снаружи опять холодильный Я близок к тому, чтобы махнуть рукой на свое расследование Если бы у меня не было дел, я бы весь день проторчал в своей комнатке И побаловал бы себя посещением горячих источников Но тоже один раз посетил их Заранее прошу прощения за то, что буду иногда попивать кофейком Мне нужно узнать, какая там обстановка у Масаки Какое-то время я иду по заснеженным дорогам к центру поселения На перепутье я вижу дорогу, поднимающуюся к храму Шигуса Вроде бы эта область называется Камихином Патерский участок и гостиница находятся в Маихине Храм на севере Ватахине, на востоке Хадарихина, на западе Мегихина Название дает очень хорошее представление о власти семи Хинагами Этот участок усеен домами, но признаков оживления здесь не наблюдается Вероятно, люди тоже заняты под конец года Хотя, кажется, я еще не встречал на улицах ни одного человека Они могли избегать меня, потому что я чужак, но... Эээ, молодой человек Я поворачиваюсь на голос Ко мне подходит старик, одетый в самое Ой, тут же все можно перечитать Вообще ништяк, тут нормальный перевод в каком-то веке А здесь осталось все по-английски, да? Самое Самое Сайдзо носит самое Традиционную рабочую одежду японского буддистского монаха Так хочется перепройти прямо с самого начала теперь Это ты парень, который приехал сюда из Токио? Бестактно спрашивает он, и я киваю в ответ Ради собственного же блага, уезжай отсюда как можно скорее А кто вы, собственно говоря? Я? Куки Сайдзо Может, по мне этого не скажешь, но я из городской администрации Если этот старик работает в администрации, то он должен быть госслужащим Но по нему это совсем незаметно Все нервничают, когда чужеземцы вроде тебя шатаются по округе Вот почему никто не высовывает носа наружу Обычно бывает больше людей Ясное дело, они слишком боятся выйти, пока ты тут ошиваешься Ну и что это такое? Я ж не иностранец Я думаю, так какое-то мгновение, но потом переосмысливаю это Человек из Токио Все равно, что иностранец, прибывший из-за предела горы Предела горы, прошу прощения Постараюсь не причинять никаких проблем Вот это славно, просто заканчивай поживее свои дележки и улепетывай отсюда Сайдзо уходит по заснеженной дороге Что ж, меня предупреждали, что не стоит рассчитывать на радушный прием Теперь, приглядевшись, я могу заметить пристальные взгляды, исходящие из близлежащих домов Они определенно наблюдают за мной И это не самое великолепное ощущение Великое? Великолепное Пройдусь-ка я, пожалуй, до клиники Курой, раз уж она рядом Можно расспрашивать о том, о чем и не спросил вчера Я звоню в дверь и ожидаю Да О, Токисаке Здравствуйте, мне бы хотелось задать с вами еще несколько вопросов А вы не против? Конечно, нет, но до тех пор, пока у нас не появятся пациенты Говорит юзеру, ведя меня внутрь О, это же парниша, что приходил вчера, Токисако-сан, правильно? Да, простите за беспокойство Я здороваюсь с СО и сажусь на стул О чем вы хотели спросить? Юзеру, заняв место напротив, подталкивает меня к насущей теме Ни о чем таком серьезном, но раньше здесь работала девушка, которую звали Сваширнанка-сан, верно? О, Нанка-кун, как я скучаю по ней, сколько же лет прошло с момента ее ухода Почему вы ей интересуетесь? Взволнованно спрашивает юзеру, в отличие от СО, который с теплотой предался вспоминаниям А, понял, вы знакомы с Кучки и, наверное, встретили ее в больнице, так? Ну, по сути, да Это я представил Нанка-кун семье Кучки Нужно было позаботиться о том, чтобы она уехала в Токио, получила работу С горлостью говорит СО Я слышал, она отправилась в Токио из-за ситуации с ее отцом Вы знаете какие-нибудь подробности? Ее отец, если можно так выразиться, был аферистом, он жил за счет одних, только за азартных игр Масаки говорил, что он был гордым инженером, полагаю, он был тем еще проходимцем А СО, а, типа, насколько помню, они вдвоем переехали сюда, когда Нанка была маленькой Значит, изначально они не отсюда Верно, поэтому с другими жителями они не очень много контактировали К тому же была особая причина, по которой она стала работать здесь Нанка избивали за дня в день Жестокое обращение? Думаю, в современном ключе это можно обозначить так Но подобное происходило перед войной Тогда это был просто родитель, приучавший к дисциплине своего ребенка И с этим ничего нельзя было сделать Но если это правда, то не стоило ли отказаться от сопровождения его в Токио? Она была уже взрослой к тому времени Созависимостью, я так полагаю, произносит Юзер Судя по всему, она не могла оставить своего отца одного Время от времени я пытался проводить с ней консультации, но... Юзер, так вы еще и психиатр? Я бы сказал, что это моя основная специализация Но я не смог полностью справиться с ее патологическим состоянием В конце концов, здесь она никогда не показывала подобных симптомов Как по мне, она выглядела совершенно здоровой Я слышал такого рода заболевания тяжелые Похоже, вы имеете хорошее представление о психиатрии Я знаком с психиатром, поневоле пришлось узнать о таких вещах Это Аркушики, что ли? Я вспоминаю врача, сидящего сейчас за решеткой Интересно, мог бы он ее вылечить? Сомневаюсь Просто чувствую и все Че? Просто чувствую и все А, точно Я слышал от Фуми, что ваш сын, Наори, тоже работает врачом И находится сейчас в Токио Да, он уехал в Токио изучать медицину и не возвращался с тех пор Юзеру с горечью улыбается Наверное, Токио просто лучше подходит для Наори Вы знаете, в какой больнице он работает? Сначала он работал посредником в лаборатории компании Хиногами Но потом он сообщил, что его наняли на полный рабочий день врачом в детский приют Называется он сад Белой Лилии, если я правильно помню Кажется, да Вам известно, чем он занимался в лаборатории компании Хиногами? Нет, этого я не знаю Думаю, у него были соглашения по конфиденциальности И я не посвящен в детали Пожалуй, в этом есть смысл Насчет всего, что касается компании Хиногами Лучше спросить у них У них? Это у семьи Хиногами? Если они в курсе, что вы привезли Айта То, скорее всего, не смогут вам полностью отказать Так он знает, что он тот здесь Думаю, это естественно, что родственнику семьи Хиногами сообщили об этом Наверное, вы правы Чувствую, что это подходящий момент для окончания разговора Я поднимаюсь со стула Масаки поднимается по долгим каменным ступеням к Краму Шиуса Хоть его и притащили обратно домой Но на коротком поводке не держит Поэтому он мог относительно свободно рассказывать по поселению Но при этом такое чувство, будто за ним отовсюду следят Из всех окружающих домов к нему обращены непрерывные взгляды Эти десять сидят проделали гораздо лучше работу, чем мог Образить Масаки Они превратили его из жителей этого поселения в чужака Это выглядит скорее как первый визит сюда Масаки Томаюки Нежели возвращение Хиногами Ему это не нравится, поэтому вместо того, чтобы встретиться с Токисакой Он идет к храму Конечно, есть и другая причина, по которой он пришел сюда Ему нужно подтвердить детали, касающиеся смерти Саи Поступок Масаки Айта был стерт Как если бы ничего не произошло Он должен прояснить, что случилось в тот день Он стучит в дверь администрации У него, неужели это ты Айта? Здравствуйте Мия Айта пришел Зовет Кинсэ за спиной Ну надо же, давно не виделись Айта Как твое здоровье? Ну, более-менее Они постарели, думает Масаки Если ты вернулся из Токио, значит тот человек, который навещал нас, твой друг Токисака был здесь Он же везде побывал Спрашивает он, будучи при этом уверенным, что сюда приходил именно он Он задавал много вопросов, вздыхает Кинсэ Я бы предпочел, чтобы он не копал так глубоко Я понимаю, что вы чувствуете, но мне бы тоже хотелось задать вам несколько вопросов И они вряд ли будут приятными Вздохнув еще раз, Кинсэ приглашает Масаки в администрацию храма Он проводит Масаки в комнату с деревянным полом и приглашает присесть Ишимитсу-сан И тесть, и теща уже давно покинули этот мир, пока ты отсутствовал Да, наверное Вот как много времени прошло Однако он не забыл того, что он здесь сделал Кинсэ, расскажите мне о смерти Саи Масаки выпрямляется и предлагает Кинсэю тему для разговора Саи умерла из-за болезни Такого было решения Приняв внимание добавленные в конце слова, Масаки приходит к выводу, что Кинсэ знает правду Причиной стала болезнь, не говорите ерунды Масаки возражает, сдерживая ярость в голосе Я убил Саи своими собственными руками Даже если это и так, это не изменит ситуацию, согласно которой она умерла из-за болезни Зачем вам это? Мы подумали, что так будет лучше для себя Нет, не совсем Кинсэ качает головой Это ради того, чтобы защитить приседание Хитагата Кто так решил? Он чуть не срывается с места, но сдерживает себя и переводит друг, прежде чем спросить Все, кто... А, никто не... Все, никто не решает в одиночку Все случившееся просто исчезло, словно бы этого никогда не было Вы еще полицию подкупили? Нам этого не требовалось, ведь это и не было убийством Похоже, Кинсэ намерен закончить на этом Я признался полиции в Токио, что убил Саи И полиция этим заинтересовалась Тем, что произошло больше 10 лет назад Но он прекрасно понимает, что спустя 10 лет Не сохранилось никаких улик Пусть даже так Пожалуйста, пройдите меня в амбар позади храма В амбар? Кинсэ наклоняет голову Даже такая реакция, кажется, Масаки циничной Я убил Саи, узнав, что она была убийцей Сацуки Это факт, вы тоже утаиваете, не так ли? Ой, там не так все просто, как ты думаешь Там целая система будет Потом, конечно, очень интересно будет, ребят Я даже не хочу вам рассказывать Если вы вдруг не играли в эту игру То вам советую вообще как бы Лучше по-хорошему самим ее пройти Но дальше там перипети такие будут Просто вам мало не покажется Но японцы они любят как бы Все это воедино делать Там запутывать вот эти все сюжеты В этом-то японцы-то и японцы Сацуки Так, да-да-да-да-да Ну вы же никогда не шли навстречу Он ударяет по краю хибачи Пепел взлетел в воздух и И опадает на пол Прошу вас, покажите мне амбар Хорошо Кинсэ поднимается, Масаки тоже Да они уже столько лет там по-любому все закрыли Амбар позади окруженный заснеженными деревьями Выглядит так, будто Мне пользуется уже долгое время Не говоря уже об отсутствии следов ног Похоже, даже снег вокруг него не убирали Кинсэ идет первым, молчаливо прокладывая путь через снег Масаки следует за ним тоже в молчании Они подходят к амбару и Кинсэ открывает дверь Он не заперт, как в тот день Внутри ничего нет Опять же, как и тогда Обувь можешь не снимать Кинсэ сразу проходит в амбар А Масаки тоже вступает туда Не снимая обуви В этом месте стоит пронизывающий холод Пока Масаки идет пыль с пола прилипает к его мокрой подошве Он неторопливо приближается к сундуку в дальней части помещения Он по-прежнему стоит там По ту сторону покоится то, к чему он не смог прикоснуться в тот день Его разговор с Сайей Он знает, что там в конечности его матери Он кладет руки на крышку сундука Сейчас на нем новые защелки У него появляется плохое предчувствие насчет этого Он поднимает крышку Крышка открывается при помощи петли у стены И внутри другое Доски все еще там внутри Но сейчас то, что находится за ним Явно отличается от того, что было раньше Пространство под ним полностью запечатано Он вступает в сундук Его ступня ударяет поверхность твердым звуком Кинсэй-сан Он обращается к Кинсэю, который все это время пребывал в молчании Вы запечатали подвал Все сохранилось в неизменном виде Не валяйте у драка Вы хотели представить все так, будто ничего этого никогда не происходило Он вытаскивает из сундука И заливает на Кинсэю свой... Он выскакивает и заливает свой гнев Мы никоим образом не думаем, что делаем все правильно Тогда... Тебе не следовало возвращаться Кинсэй хватает Масаки за плечи и качает головой Тебе нужно было спокойно жить в Токио Я хотел уж поверьте Но он не мог Слишком много произошло инцидентов в центре, которых оказался он сам Откровенно говоря, сейчас очень много всего происходит И у меня нет времени копаться в делах прошлого, но он хочет узнать правду Он хочет пролить свет на то, что здесь случилось, включая свои собственные преступления Пойдем отсюда, это место причинило тебе слишком много боли Кинсэй кладет руку на плечо Масаки позади него В его руке... Что-то там было Так... В его руке не чувствуется силы, но Масаки, несмотря на это, покорно уходит из амбара Распрощавшись с Киннико Куроя, я вновь направляюсь к дому Хинагами, с которого меня вчера вытурили Я разглядываю его с небольшого расстояния, а там мертвецки тихо, словно никого нет И той прислуги, которая была вчера снаружи, тоже не наблюдается Естественно, я не могу на основании этого определить, где сейчас Масаки, но Что ж, выбор у меня немного Я иду по вычищенной дорожке ко входу Простите, я зову хозяина Да, ой Из дома выходит прислуга Киримура Юка, насколько я помню, и останавливается, увидев мое лицо А вдруг она опять скажет, что выйдет на меня в воду Вы-таки Сака, это вы, приведя это обратно Видимо, Масаки поручился за меня Он сейчас здесь, на данный момент его нет Не знаете, куда он пошел? Спрашиваю, я заглядываю внутрь Всегда есть вероятность, что он ушел от Он ушел так неожиданно, поэтому не могу сказать Но, скорее всего, он может быть в храме Храм, значит Спасибо Я благодарю и покидаю владения Хинагами Я поднимаюсь вверх под замерзшим ступенем к храму По тебе обнаружу Масаки, который уставился вверх на торе Вот ты где Такисака Масаки поворачивается ко мне совершенно обессиленным Что ты здесь делаешь? Здесь я нашел Сацки Масаки поворачивается к торе и складывает ладони вместе Понятно Я тоже складываю ладони Такисака, давайте вернемся в Токио Предлагает Масаки Что-то дома случилось? Ну, думаю, если так пойдет Будет продолжаться Меня принадлежат стать преемником Так становится А, так становишь, что вы такого в этом? Я высказываю свои мысли Не хочу Почему я должен разыгрывать из себя царя Агарея в этом месте? Некоторым горам просто необходим царя Еще есть фармацевтическая компания Она уже не только к поселению привязана Да, это еще хуже Моя сестра уже работает там У нее превосходно получается управлять компанией Ну, да Если бы я был на твоем месте Я бы не задумывался Перенял семейное дело Жил бы себе припевающим Вам как посторонним и легко так говорить В общем-то, он прав Кроме того, преемственность фамилии Хинагами Подразумевает следствие этим ужасным обычаям Следованием Ужасным, говоришь? Вы ведь уже поняли, это Кисака Что семья Хинагами и Шигус убивают людей И называют это проклятием Не сложно додуматься до такого Если предположить, что проклятие дело рук человеком Но у нас нет доказательств Ведь так? Полиция не занималась этими вопросами Полицейское расследование было прервано Из-за авторитета этих семей Но тебе нужно доказать, что они воспользовались этим авторитетом Твой аргумент ничего не стоит, пока они не подкреплены конкретными доказательствами Но успокойся ты, если посмотреть на это под другим углом То есть означает лишь то, что нам нужно только отыскать улики И тогда они больше не смогут оправдываться Но мы не сможем найти доказательств Никто из старших ничего не расскажет, я уверен Не думаю, что это по сути своей можно считать уликой Но кое-что меня беспокоит касательно Мика Там потом будет дальше расследование такое офигенное Когда он приедет уже ближе к концу И там будет Вот он, знаете, все вот Он соберет всех их как в первой части Там типа Свидетелей, там невиновных И будет, короче, говорить им, доказывать Что они тут, короче, все гады Будет очень интересно потом Предсказания Мика влекут за собой проклятие Из того, что я слышал Проклятие происходит после того, как Мика исполнит танец Ведь так? Не думаю, что проклятие случается после каждого танца Согласно тому, что я прочитал в старой книге В конце эпохи Мэйдзи Мика появилась на 7 лет Но я слышал, в то время было только 3 случая проклятия Но сейчас Мика нет, правильно? Тогда должны ли проклятия совершаться? Вы сказали, что убийца является Мика? Не обязательно Проще представить группу людей Позаимствующих имя Мика Это выглядело более разумно И именно поэтому проклятие случается и в наши дни Даже если Мика нет, кто вершит проклятие Нам же не нужно доказывать, что сейчас Мика нет, верно? Я пускаю взгляд на основание Тори Потому что Саацки, умершая здесь, была Мика, я уверен Это Масаки не заканчивает Возможно, он не хочет этого признавать Разумеется, нельзя отрицать возможность появления новой Мика Но я сомневаюсь в этом А ты? Об этом я ничего не слышал Но если новая Мика появляется примерно каждые 20 лет То вовсе не удивительно, если в скором времени появится другая И действительно, минуло почти 20 лет со смертью предыдущей И вот снова происходит проклятие Оно идет в ногу с поколениями Родословная Мика ведь никому неизвестна Ты не знал о том, где была рождена Саацки, так? Да, полиция пыталась в этом разобраться Но в итоге личность Саацки так и осталась загадкой Они приводили сюда людей, имевших отношение к Мике из других мест Но у меня пока недостаточно информации, чтобы спрашивать людей из храма Шигуса насчет этой теории Они будут только уклоняться от вопросов И на этом все, собственно-то, и закончится Хотя, наверное, я мог бы попытаться встряхнуть это болото Кто сейчас живет в храме? Только Кенсей, своей женой Мии и Ишимитсу-сан, его жена, умерли Даже если старшее поколение ушло, уверен, что они передали младшему все свои знания Надо бы проверить Я оказываюсь на территории святилища и как только начинаю подходить к административному зданию Брат! Этот голос раздается с тропинки, по которым мы только что пришли Карен Брат! Женщина Хинагами Карен бежит по снегу и заключает Масаки в объятия Так она тоже здесь? Вполне возможно такое, что она вернулась сюда по случаю окончания года Но предполагаю, что это не единственная причина Брат! Я так рада, что ты жив! Карен! Карен! Это их первая встреча с 10 лет, по крайней мере, выглядит это именно так Карен повисал на шее Масаки, а это и не отпускает его Брат! Брат! Карен рыдает на взрыв задержать своего брята Я же не могу мешать этому, правда? Бросив последний взгляд на здание администрации, я решаю вернуться позже и покидать территорию святилища Солнце уже миновал южную сторону неба и сейчас склонится к западу Я спускаюсь вниз по каменным ступеням и вижу внизу знакомое лицо, но здесь вижу впервые Так, ребят, давайте на этом закончим Что-то я немного горло посадил, давно не читал Продолжим в следующей части И в следующей части попробуем часа на два растянуть Подольше, короче Ну, а с вами, если вам понравилось, короче, был дурацкий крутой Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на группу ВКонтакте И на мой канал Увидимся в новом видео